Привет всем! На связи Браун и еженедельный дайджест от канала «Хороший выбор». Intel порадовали сразу двумя интересными новостями на прошедшей неделе. Во-первых, набор системной логики Z390 получил официальный статус, а это значит, уже в скором времени мы получим очень много интересных подробностей, скорее всего на Computex 2018. Напомню, что чипсет ляжет в основу материнских плат для платформы LGA1151. Судя по всему, отличия Z390 от его предшественника будут незначительные. Главное – это наличие беспроводного модуля Intel Wireless AC9560. В остальном это 24 линии PCI-Express 3.0, 6 портов SATA 6 Гбит в секунду, 10 USB 3.1 Gen 1 и 14 портов USB 2.0. Вторая значимая новость касается выхода новых процессоров Canon Lake, изготавливаемых по 10-нанометровому техпроцессу, о которой как бы вскользь рассказал сам производитель. Как оказалось, на это есть свои причины. Core i3-8121U, именно его релиз и состоялся на прошлой неделе, получился достаточно нишевым продуктом, на который многие почему-то возлагали большие надежды. По итогу мы имеем 2 ядра, 4 потока, частоту 2,2 ГГц в номинале и 3,2 в режиме турбобуста, TDP в 15 Вт, а также отсутствие графического ядра. Еще одним моментом такого проходного релиза можно считать само отношение компании к 10-нанометровым технологиям. Пока процент брака таких устройств еще слишком высок, поэтому подобные выпуски камней можно считать за экспериментальные. Во всяком случае, до 2019 года. Другое немаловажное событие коснулось нового поколения процессоров Ryzen Threadripper. Как стало известно, производитель планирует начать поставки второго поколения уже в третьем квартале текущего года. Грядущее поколение будет изготавливаться с использованием 12-нанометрового техпроцесса, а также получит апгрейды, характерные для Ryzen в 2000-й серии. Других подробностей не поступало. Ждем Computex 2018. К слову, до выставки уже известны некоторые подробности работы над микроархитектурой Zen 2, а именно о завершении разработки микропроцессорной архитектуры. Чипы, изготовленные на технологии 7-нанометрового техпроцесса, будут выпущены уже в следующем году. К слову, также завершена разработка дизайна графического процессора Vega 20, если это было кому-то очень важно. Все больше и больше новостей появляется накануне скорого анонса нового поколения видеокарт GeForce GTX от NVIDIA. Помимо примерных характеристик 1180-й модели, о которых я рассказывал в прошлом выпуске, появились данные и про младшую модель 1170. По предварительным данным, адаптер будет оснащен CPU GT104, получит приблизительно 2688 ядер CUDA, 256-битный интерфейс памяти GDDR6, а также память на 8 или 16 гигабайт GDDR6 с пропускной способностью 12 гигабит в секунду. Работать новая видеокарта будет на частоте 1,5 гигагерц в номинале. Имейте в виду, что все данные могут 10 раз поменяться перед официальным релизом, так что относитесь к этой информации с доли скепсиса. Равно как и к рассказам о ценовой политике компании в отношении нового поколения адаптеров. Хоть и по предварительным данным GeForce GTX 1170 будет стоить 500 долларов США, мне кажется, эта цена будет куда выше. Как минимум, на старте продаж и ближайшие полгода после. На этом новости из мира железной индустрии подошли к концу, а это значит, что пришло время перейти к игровым новостям. Анонсы, релизы и скидки. В общем, все, что вы так любите. 14 мая состоялся официальный анонс второй части апокалипсиса шутера Rage, который в свое время из-за обильного количества багов и невысокой продолжительности не получил должной славы. Однако теперь разработчики обещают реабилитироваться в глазах игроков в продолжении. Помимо обещаний, в геймплейном трейлере показали открытый мир, транспорт и другие элементы, характерные для этого жанра. Выглядит многообещающе, но до релиза еще очень долго. Выход игры намечен на 2019 год. Ждем подробности уже в ближайшее время на E3 2018. Следующая новость уже вряд ли является для кого-то интригой, но пропустить мимо я ее не мог. Официально Stalker 2 находится в разработке. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава компании GSC Game World Сергей Григорович. На данный момент нет никаких подробностей о продолжении культового на территории СНГ проекта, кроме официального сайта, на котором можно увидеть лишь заглавную страницу с названием игры и дату выхода второй части – 2021 год. Скрестим пальцы и будем надеяться, что продолжение мы увидим, будучи еще в светлой памяти. Однако следом за такой хорошей новостью последовала и другая не очень хорошая. Выход не менее ожидаемого проекта от студии 4A Games, Metro Exodus, переносит на первый квартал 2019 года. Причины этого были озвучены, но многим на фоне внезапного анонса Stalker они показались странными. Мы не хотим, чтобы наши проекты пересекались с релизами конкурентов. Что это могло означать, не совсем ясно, но фанаты уже строят догадки. А что думаете вы? 12 октября состоится релиз новой части Call of Duty Black Ops 4, новости вокруг которой очень сложно назвать хорошими. Однако, вопреки всему, на прошлой неделе состоялась презентация игры, на которой стало известно о том, что в новой части будет сделан упор на матчмейкинг составляющую. Разделят бойцов на классы, многие из которых очень напоминают оперативников из осады, а также добавят в игру, догадайтесь что? Именно, режим королевской битвы. Как оно будет выглядеть не показали никому, зато очень подробно рассказали про обновленный зомби-мод, в котором вы сможете путешествовать по разным временным эпохам. В общем, много всего, проще посмотреть официальную презентацию. И да, игра будет распространяться только через площадку Battle.net, это правда. Оформить предзаказ можно уже сейчас по цене 2000 рублей впервые без всяких DLC. Купи и играй. Ну а теперь скидки на игры Steam, к покупке которых вы все еще успеете на момент выхода этого выпуска. Игру во вселенной Властелина Колец Middle Earth Shadow of War предлагают приобрести со скидкой 50%, получившей неоднозначные отзывы продолжения предыдущей части в любом случае достойны внимания. Если же вы поклонник военных стратегий, то хорошая скидка в 50% на игру Hearts of Iron 4 должна вас заинтересовать. Почти 100% положительных отзывов в Steam, а также невысокая цена не должны оставить вас равнодушными. Напоследок напоминаю, что большой наплыв ракообразных в нашу любимую осаду связан с бесплатными выходными, а также скидкой 50% на все издания. Не упустите возможность стать частью огромного сообщества и научиться играть в один из лучших сетевых шутеров на сегодняшний день. На этом все. Рассказывайте друзьям и подписывайтесь на канал. Увидимся уже совсем скоро.